В Китос на отчетливо видны масляные следы. Особенно они заметны на солнце. Экологи, которые были на месте, отметили, что это нефтепродукты. Дело в том, что в трех километрах отсюда находится нефтепровод. В феврале этого года злоумышленники сделали врезку в магистральную трубу и поставили канистру. Сотрудники компании, нефтеперерабатывающие это заметили, провели аварийные работы. Однако этого, говорят экологи, было недостаточно, судя по всему. Нефтепродукты все равно попали на лед, а сейчас сталыми водами они дошли и до этого места. Тот сброс нефтепродуктов, который здесь произошел, большая часть в виде конкреции оседает на дне. При такой температуре она плохо растворима в воде. Ну и рыба сейчас мало ее накапливает. А вообще это мина замедленного действия, которая летом, когда будут высокие температуры, вода будет хорошо прогреваться, рыба начнет в микроорганизмах брать этот корм в себе накапливать, тогда уже она будет, конечно, токсична для еды. Сюда к реке подходят и местные жители. Они даже рыбачат, но в основном все люди утверждают, что даже если им удастся выловить рыбу, то они ее отпустят назад, потому что есть ее точно небезопасно. Я, честно говоря, первый день сегодня приехал, купили снасти с ребенком, решили порыбачить. Я думаю, здесь вода чище, чем в Неверонусе, в городе. Как-то так. В отношении нефтеперерабатывающей компании уже заведено административное дело по факту нарушений требований к охране реки. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении второго административного дела из-за того, что не проведены были необходимые работы по локализации загрязнения. Ну а что же касается этих нефтепродуктов, то, возможно, в скором времени их заметят и петербуржцы в городе, потому что река Тосна впадает в Неву. Кристина Орлова, Сергей Турчанин, Life78.